ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро, тепло, может быть, дарить какие-то вещи, может быть, дарить какие-то свои поступки людям действительно свойственно. Если вы человек добрый, если вы человек отзывчивый, то тема сегодняшней нашей программы будет специально для вас. Давайте посмотрим сначала сюжет, обозначим, как говорится, наши темы для беседы, а потом обязательно вернемся в студию. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленькое счастье делится Кирилл Овчинников подарить людям то, что принесет им пользу. Вещей, которых больше не наденет, целый мешок. Выкидывать, говорит, жалко, хорошие. Узнав о благотворительном контейнере, обрадовался. Теперь непременно принесет их сюда. Это отличная идея, на самом деле, потому что благотворительность всегда как-то ассоциируется с словом «доброта», с словом «хорошо». И мне кажется, это очень хорошая идея, мне прям очень понравилась. В следующий раз приеду обязательно с большим пакетом. Старт благотворительной акции был дан в Куйбышевском районе Самары в торговом центре «Амбар». На открытии первого контейнера, народные игры и мастер-класс по крутке казацкой шашки. Организаторы уверены, желающих дарить добро в городе много. В каждой семье, в каждом доме у нас есть вещи, которые просто лежат, не востребованы, да? А есть люди, есть семьи, которым просто необходимы эти вещи. И, наверное, это будет замечательно, если они получат и приобретут в дар, будут очень благодарны. Проблема собрать хорошие вещи возникает в фонде постоянно. К нам обращаются люди за техникой, за вещами. Теперь мы будем оперативно реагировать на просьбу людей, узнаем, где забрать хорошие вещи. А вы знаете, куда их приносить. Принимают чистые, ухоженные вещи без видимых повреждений. Причем сдавать можно не только одежду. Обувь, это головные уборы, это может быть какой-то предмет интерьера, который вам не понадобится. На дело, чтобы он был исправный. Постельное белье, которое может быть изношено, потому что есть у нас приют для животных, им тоже такие вещи нужны. И мы будем перераспределять ваши вещи по организациям специализированных, которые занимаются уже непосредственно с благополучателями. Зажечь в людях веру в добро – одна сторона медали, другая – сделать чище окружающий мир. Огромное количество вещей, которые не теряют свою годность, уходят на свалки напрямую. А этот проект позволит увеличить срок службы вещей, соответственно, несколько снизить объем образуемых отходов, что, несомненно, принесет небольшой, но ощутимый вклад в общее дело, так скажем, экологии и сохранения охраны окружающей среды. Организаторы уверены – эстафеты у Куйбышевского примут другие районы города. К тому же теперь жителям не нужно специально ввести вещи в центре приема, а просто отправляясь за покупками, прихватить с собой пакет с тем, что готовы подарить. Ну, согласитесь, ведь хорошая тема, и мне кажется, давным-давно пора было перенять опыты других стран для того, чтобы у нас в Самаре постепенно сначала появлялись какие-то контейнеры для сбора батареек, потом для сбора бутылок PET, ну а теперь будем вот собирать вещи. Надеюсь, вы эту инициативу поддерживаете, ну, будем сегодня об этом говорить, и не только. Давайте представим наших сегодняшних гостей. С нами здесь Наталья Копылова, член общественной организации «Свежий ветер». Здравствуйте, Наташа. Андрей Акимов, директор по развитию сети магазинов самарских и русских сувениров «Самбук». Здравствуйте. И волонтер приюта для животных «Участие» Сабрина Самедова. Здравствуйте. Ну, Наташа, давай, наверное, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, вообще, кому пришла в голову идея организовать такой вот удивительный, уникальный действительно проект? Ну, идея не из ниоткуда возникла. Дело в том, что наша общественная организация «Свежий ветер» в течение пяти лет уже почти занимается различными проектами по благоустройству, и периодически к нам приходили люди, ну, чаще с района Сухая Самарка, где мы базировались, и приносили свои старые вещи, то есть вещи бывшего употребления, но еще годные к использованию, ну, морально устаревшие. Хорошие, добротные какие-то. Хорошие, добротные вещи. Они у нас копились, много было детских вещей, мы их старались передавать, но детские приюты, они не берут вещи бывшего употребления, они берут новые вещи. И потихоньку-потихоньку мы искали, кому же их отдать. И вот находили, в общем-то, к нам приходили люди, семьи, многодетные семьи, малоимущие семьи приходили, и в Запонской вот мы район отдавали, но это было все непостоянно, скажем так. Собрались вещи и отвезли, да? Да, раз в месяц, раз в три месяца люди не понимали, когда мы принимаем вещи, потому что собрания у нас проходили один или два раза в неделю и по времени плавали. Это было неудобно. Стали смотреть на опыт других городов, других стран. И, например, вот в крупных городах, например, в Питере, в торговых центрах мы узнали, стоят контейнеры по проектам подобным нашему «Благодарю», и люди приходят в удобное для них время, в выходной день, либо в будни, но вечером, и могут оставить вещи. И потом уже волонтеры их сортируют, разбирают и передают. Вот таким образом возникла идея создания программы «Благодарю». Программа включает в себя различные проекты. Основных три проекта – это гуманитарный центр, добрый комбинат и магазин. Пока вот мы находимся на этапе гуманитарного центра, мы уже… Это короб. Это короб. Вот стоит в торговом центре «Амбар», напротив магазина «Твое». Большой контейнер, куда вы можете принести свои вещи. То есть любой человек, разбирая шкаф, он всегда находит у себя какие-то вещи, которые морально устарели, вышли из моды, он уже не носит, по размеру не подошли. Но выкинуть их жалко. Да, ну как бы не хочется, чтобы мусора у нас много было. Но говорят, хочешь чего-то нового в своей жизни, избавься от ненужного. Не обязательно оно плохое или старое. Все верно. И для того, чтобы эти вещи не стали мусором, а подарить им вторую жизнь, можно их собрать в пакет, принести в торговый центр «Амбар», либо в офис к нам на Некрасовской 62 и оставить. И наши добровольцы уже рассортируют и передадут новым владельцам. Понятно. Я знаю, что короб у вас тоже, да, приложили руки у мастера и, в общем-то, разные люди. Интересно, Андрей, да, например, что-то там сделал хорошего, полезного? Рассказывайте, как вообще вы стали участником этого проекта? Ну, вообще, наша компания «Самбук» активно занимается благотворительностью. Мы достаточно тесно сотрудничаем с благотворительственным фондом «Самарская губерния», Татьяна Акимова в главе. И, собственно, от нее и поступила информация о необходимости изготовления подобного короба. Это для нас, честно скажу, задача новая, необычная. Мы занимаемся сувенирами и подарками. А тут подумали и решили, что сможем поучаствовать и помочь изготовить контейнер. Сразу скажу, что это было непросто, так как это был для нас первый проект подобный. Надеюсь, не последний. Надеюсь, что не последний, да. Будут еще изготавливаться такие контейнеры и железные, и деревянные. Но первый блин получился никомым, как мы все увидели в сюжете. И, в общем-то, я результатом доволен. Очень надеюсь на дальнейшие заказы на подобные изделия. Ну, в общем, бывает так, что у вас много вещей, где-то девать их некуда, а теперь вот можно принести... Обычно на дачу отвозили. На дачу уже все тоже ломятся шкафы от этих вещей. И можно прям вот смело со всех дач брать и перевозить в контейнер. Потому что кажется, что, допустим, это не нужно. Оно хорошее, добротное, может быть, чистое. Порой у некоторых девушек даже и новое купленное, но не ношеное. Так что, если есть, как говорится, такие вещи, приносите, друзья. Надеюсь, что какие-то люди обязательно найдут, и придется им это по душе. Хочу теперь вопрос Сабрине задать. Мы услышали, что вот Юлька Пулова говорила, что можно, да, какие-то вещи приносить, которые пойдут и к вам в приют. Что это может быть? Какие вещи могут быть вам полезны? Ну, нам в основном нужны вещи для подстилок животным. Часто в приют приносят почти новые вещи. И вместо того, чтобы их стелить животным, можно их передавать нуждающимся людям, а взамен получать более пригодные для подстилок вещи. Это что может быть? Простыни, как выяснилось, какие-то одеяла старые? Простыни, пододеяльники, одеяла, наволочки и так далее. Еще какие-то, я не знаю, вещи, предметы, которые могут вам подойти, помочь именно в жизни приюта? Предметы? Ну, игрушки животным, тарелки, кастрюли, миски, губки для мытья посуды. То есть, в принципе, у каждого найдется пара-тройка ненужных тарелок, которые расколотые, может быть, какие-то, может быть. Ну, осталось одно последнее из сервиза. Почему бы, например, как-то вот не пожертвовать, не принести? В каком виде принимаются вещи? Как они, допустим, одежда, понятно, чистая, какая-то сложенная. А вот если предметы какие-то, как с ними быть? Ну, здесь то же самое, может быть, несложная, но как минимум чистая. Вот, вообще, насколько практика показывает опыт, люди, когда вещи передают, идеальный вариант, если они чистые, но, конечно, люди их не штопают, они не пришивают к ним пуговицы, потому что любому человеку проще отдать так, чем ехать куда-то в отеле, либо самому пришивать, либо штопать. Поэтому вот здесь как раз мы подходим ко второму этапу, ко второму проекту, программу «Благодарю» – это «Добрый комбинат». То есть такой больше социальный проект, где вещи, которые мы принимаем, они будут уже дорабатываться, модернизироваться, пришиваться, штопаться, зашиваться и доводиться. Силами каких-то людей, волонтеров или работников? Да, волонтеров, добровольцев, силами, может быть, мы будем привлекать пенсионеров, возможно, людей с ограниченной, ну, инвалидов, может быть, будем привлекать. То есть люди могут прийти, пообщаться там. Поработать, получить какую-то денежку, да? Да, получить денежку, но, опять же, проект, он не коммерческий в любом случае, потому что, опять же, здесь забегу вперед, будет третий проект «Магазин», но вот вещи, которые мы принимаем, часть будет передаваться, та часть, которую нельзя будет передать людям и семьям, мы будем передавать, например, в приют, использоваться для подстилок, а вещи, которые можно будет использовать дальше, дать им вторую жизнь, они по большей части, процентов 80-90, будут передаваться в дар, может быть, каким-то социальным службам, центрам семьи, центрам опеки, попечительства. Но будет какая-то небольшая часть, которая будет передаваться на продажу по самым низким ценам. Но, естественно, так как это очень маленький объем, окупить работу тех граждан, которые смогут этим заниматься доработкой и вещей, невозможно. Поэтому будем привлекать уже бизнес, будем, грант сейчас пишем, может быть, поддержка государственная какая-то будет. Просто пока мы в самом-самом начале… Какая идея есть, первый этап? Пока первый этап, пока мы уже собираем вещи, и уже вот у нас приходили семьи, вот не так давно пришла женщина, у нее семь детей от шести месяцев, самому маленькому, до десяти лет. Она у нас получила от нас вещи и привела маму, и они уже сами, как добровольцы, разбирали, помогали сортировать вещи. Ну, давайте посмотрим фотографии, которые, в общем-то, если вы еще не поняли, как выглядит и где находится этот корп, он стоит в торговом центре «Амбар». Я думаю, что как раз-таки сейчас, глядя на фотографии, можно будет увидеть, как он выглядит, и, собственно, как к нему подойти, и что, собственно, там можно сделать. Пожалуйста, фотографии покажите нам. Да, вот мы видим. Сейчас стоит себе короб, как теремок, ни низок, ни высок. Докс с коробом, да, отдельная история связана. Все-таки первый блин не комом, но через определенные трудности мы прошли, так как изначально, как первопроходцы, мы не знали, где его делать, как его делать, сколько он будет стоить. И изначально была одна смета на проект на изготовление этого короба, и нас очень выручил наш партнер, это благотворительный фонд спасения. Они дали определенную сумму, которую мы считали, хватит на изготовление этого короба. И вот обратились к Андрею, он посчитал стоимость материала, вообще стоимость изготовления короба, и, как оказалось, стоимость вышла. В процессе работы уже, да, произошло некоторое удорожание. Да, цены взвелись. Ну, в любом случае, вы начинающие, это нормально. Металл подорожал. Да, металл подорожал. И мы при этом обратились за помощью к участникам группы в нашей, в соцсети нашей группы, и вообще ко всем неравнодушным людям. И буквально там по рублю, по 50, по 100 рублей мы набрали еще 8 тысяч рублей, потом еще 2, и, в общем, в итоге всю сумму мы набрали. И всем миром, как говорится, на общие средства такой обыденный короб получился. То есть совместными усилиями мы его вот поставили. То есть короб первопроходится. Да, Андрей изобретатель в некой такой... Да, это полностью был проект изобретенный. Не было никаких ни чертежей, ничего. То есть мне сказали, что нужен короб. Вот такая высота, такая глубина. Вот такой высот. А ты вот такой ширина. Простор для творчества. Да, то есть нужно было... Я никогда не занимался ни металлом, ни... По дереву, да. По всем когда-то начинали. Все с этим понятно. Это пришлось ехать искать, где купить листы металлические, где сварить каркас, где-то потом все покрасить, как это все довести. Потом распечатать вот это вот, что там, указатели, да? С этим проблем нет. Распечатать это мы знаем. Это самое простое, да? Да, это самое простое. А вот можно узнать, каким образом газон появился на... Газон. Ездил раньше в моем багажнике. Газон в багажнике. У вас вот есть газон в багажнике, друзья? Вот у Андрея был. Ну, на самом деле, изначально это была крышка железная, но ее, опять же, очередная трудность, с которой мы столкнулись, ее не утвердили по технике безопасности. Администрация торгового центра там оказалась слишком тяжелой. Ей пришлось буквально вот... Демонтировать, да. ...на месте изобретать, что вместе ее сделать. То есть они позвонили, сказали, что срочно нужно ее убрать. И ничего лучшее не придумал, как вот повесить туда вот этот газон. Мне кажется, это хорошо получилось. Понятно. Ну, друзья, вот какие изобретения есть действительно у нас сегодня в студии люди, которые сами придумали, сами как-то сложили, собрали и доставили этот короб в торговый центр «Амбара». Какие еще изобретения наши самарцы считают удивительными и лучшими в своем роде? Давайте сейчас посмотрим, а потом вернемся в студию. Наушники, потом кроссовки и футбольный мяч. Какие-то технологии или что-нибудь такое открытие новой в медицине. Ну, наверное, знаете, для женщин стиральная машина, для мужчины, наверное, автомобиль. Изобретения человечества интересные. Колесо. Братья Лемьер, свет и, наверное, глобальная сеть, интернет. Без нее бы мы совсем загнулись и скучались. Это космос, в первую очередь. Наверное. Потом электричество. И третье, наверное, я даже не знаю. Что-то можно третье. Интернет, стиральные машины. Да-да-да-да-да-да-да. Туфли на высоте этих облаках. Ну, свет, там наука, книги, писательство и, наверное, движение, транспорты. Машина, компьютер. Кто еще? Палисон. Палисон, да. Три самых величайших, но, скорее всего, это первый интернет, потом, ну что ж, потом колесо, ну и последнее, скорее всего, живопись. Компьютер, интернет и утюг. Ну что, продолжается наш эфир. И сегодня тема программы «Благо Дарю». Мы говорим о проекте, который стартовал не так давно в нашем городе. Надеюсь, это будет не первый и не последний такой проект. Ну и я хочу рассказать всем тем, кто только подключился, что есть у нас теперь в одном из торговых центров Самары большой красивый короб, куда можно приносить одежду, которая вам не нужна в чистом, естественно, виде, ну и складывать ее туда. Собственно, если вам интересно, можете доехать, посмотреть, как это работает, как это все устроено своими собственными глазами, ну и не просто с пустыми руками туда приехать, а что-нибудь положить, что-нибудь туда, конечно, как-то опустить, может быть, кому-то вещь пригодится. Как мы выяснили, не только вещи можно складывать в короб, можно куда-то приносить еще какие-то дополнительные нужные. Да, да, есть у нас офис по адресу Некрасовская, 62, офис 204, можно приносить туда именно в офис по вторникам вещи с 10 до 18.00. Что это может быть? Это могут быть коляски, это могут быть ранцы, то есть это, по сути, это любые вещи, которые могут пригодиться малоимущим или многодетным семьям, потому что не у всех есть возможность, тем более сейчас достаточно дорого все, а есть семьи, у которых там 5, 7 и больше детей, и зарплаты маленькие, соответственно. То есть любые вещи, которые, грубо говоря, из которых ваш малыш вырос, вот, вы можете принести. Либо оставить в любой другой день, там же на Некрасовской, 62, но у вахтера, и мы приходим, и она нам все передает. Вот, опять же, если вы нуждаетесь, может быть, то вы тоже можете к нам приходить, и вот пока, опять же, мы на начальном этапе, у нас еще только формируется образ, каким образом мы все это будем потом сортировать и раздавать. Вот, пока у нас достигнута договоренность вот с Центром опеки, попечительства, пока, возможно, будем договариваться с Центрами семья, то есть сначала будем передавать муниципальным образованием, потому что тут вопрос, да, с химчисткой стоит у нас, кстати, даже одна из химчисток, она выявила желание брать у нас вещи безвозмездно, очищать их, и, как бы, пока у нас еще нет доброго комбината, чтобы мы уже могли передавать вещи в чистом виде. Вот, а так вы можете приходить, либо сами приходить, смотреть, возможно, вы для своей семьи подберете какие-то вещи, если у вас нет возможности их приобрести. Вот. То есть, как говорится, первые шаги делаем, ну, вот, не знаю, с помощью людей, с Божьей помощью. Конечно. Потихонечку идем. Друзья, ну, если вдруг какие-то вопросы у вас возникнут, найти можно группу ВКонтакте программы. Универсальный формат, мы сделаем все перепосты, может быть, как раз-таки, если есть какие-то у вас вещи ненужные, найдете по ссылкам все контакты, все координаты принесете, ну, и, может быть, кому-то действительно подарите то самое добро или благо. Ну, а раз мы сегодня здесь говорим о добре, хочется, наверное, Сабрине сейчас тоже слово передать. Приют, как таковой, да, приют участия, он, в принципе, у всех на слуху. Вы проводите какие-то акции, у вас появляются фотографии и так далее. Вот сейчас, если в двух словах о приюте, можно рассказать всем тем, кто, может быть, еще не знает, в чем его смысл, и кто туда может прийти, в общем-то, как происходит ваше взаимодействие с людьми? Приют помогает бездомным животным. Чаще всего в приют попадают животные, которые пережили беду на улице. Например, разбитые автомобилем животные, покалеченные людьми животные, животные, от которых отказались хозяева. Каждый желающий может прийти в приют. Для детей мы можем организовать экскурсию по приюту. Нам требуются волонтеры, кураторы для животных. А что значит кураторы для животных? У нас есть в приюте особые животные. Это животные, которые не идут на контакт с человеком. Такому животному необходимо больше внимания. Так как волонтеров мало, мы не успеваем уделить такому животному достаточно внимания. Поэтому мы приглашаем новых волонтеров в наш приют. Это должны быть какие-то особые люди, которые, в общем-то, должны обладать какими-то определенными качествами? Это может быть любой человек, который любит животных и который хочет помогать животным. Ну, раз они не идут на контакт, есть ли риск какой-то для этого человека? Эти животные не агрессивны. Просто они недоверчивы к человеку. Обижены. Да, так как уже видели от человека плохое. И достаточно долго должно пройти время, чтобы они смогли довериться, поверить как-то. И, собственно, вновь как-то посмотреть на человека другими глазами. По-разному. Это всегда по-разному. И зависит от человека тоже. Взаимодействуете ли вы как-то с людьми, например, когда они забирают животное? Следите ли вы за его судьбой? Да, конечно. Мы проверяем условия жизни животного. Приезжаем в гости. Новый хозяин всегда может к нам обратиться, если нужны какие-то лекарства. Если хозяин хочет стерилизовать животное. Ну, как правило, мы сначала стерилизуем, а потом отдаем. Принимаете ли вы животных еще? На данный момент в приюте мест нет. К сожалению, большинство людей обращается с желанием отдать животное. И очень мало тех, кто хочет приютить животное, забрать к себе. Кстати, о приютить. Сабрина принесла фотографии, так понимаю, постояльцев приюта. Вглядитесь в эти, ну, действительно, лица, в эти глаза. Может быть, кто-то сейчас приглядит себе друга. Я, в конце концов, думаю, что и дети, и взрослые нуждаются в таком общении. Я так понимаю, все животные привиты, стерилизованы. И даже есть те, кто, может быть, по какой-то причине остался без лапы, остался без каких-то там других частей тел. Но это не умаляет их достоинства, и они по-прежнему доверяют людям. Что нужно для того, чтобы забрать собаку вообще? Как-то вы общаетесь с человеком, видно ли сразу, отдаете. Бывало ли так, что вы отказывались, например, отдавать человеку животное? Да, бывали такие случаи. Ну, достаточно редко такое происходит. Мы проверяем условия, в которых будет жить животное. Общаемся с человеком, спрашиваем, были ли у него раньше животные, есть ли у него опыт общения с животными. Потом человек приезжает в приют, выбирает себе животное. Если необходимо, то он может приехать несколько раз, чтобы животное к нему привыкло. А потом уже животное переезжает в новый дом. Ну, вот если сейчас повторить для наших зрителей, которые нас смотрят, может быть, действительно неравнодушные граждане, жители Самары, какая помощь необходима приюту, раз у нас сегодня тема такая, благодарю. Что могут люди подарить, оказать какую помощь вашему приюту? Во-первых, приюту необходима помощь руками, помощь в чистке вольеров, кормлении, лечении, выгул животных. Требуется помощь продуктами питания, лекарствами. Актуальный список есть на сайте приюта, приютучастие.рф. Очень часто бывает необходима помощь транспортным средствам. Отдоставить в больницу или куда-то еще. Ну и, как я уже сказала, помощь в социализации животного. Друзья, ну, если вдруг сейчас вы думаете завести какое-то животное себе, первым делом отправляйтесь в приют. Собственно, я, например, своего кота там и нашла. Так что, друзья, давайте не теряйтесь, дарите добро и не только людям, но и животным. Ну, а мы сегодня говорим о разных проектах, которые нацелены так или иначе на какое-то добро, на помощь. Мы выяснили, что уже есть в торговом центре «Амбар» замечательный контейнер. Выяснили, что приют тоже и нуждается в помощи, и вы тоже можете помочь. И я знаю, вот Андрей говорил, что у них тоже какие-то мастер-классы проходят в магазинах. Что за мастер-классы? Расскажите, пожалуйста. Ну, каждый четверг у нас проходит мастер-класс возле нашего магазина на набережной. Вот недавно приезжал, например, к нам из Борского человек, который занимается лозоплетением и резьбой по дереву. Все желающие, да? Все желающие, да, могли бесплатно совершенно прийти и попробовать своими руками сплести корзину. Ну, и корзину, соответственно, уже приобрести при желании. Вот, также всевозможные мастер-классы по рисованию, по, не знаю, как это правильно называется, по куклам. Народная кукла? Ну, да, да, тряпичная кукла, вот как правильно. А какое время это проходит? И кто может присоединиться? Все более подробную информацию можно на сайте посмотреть, самбук.ру. Ну, или непосредственно в магазине. Друзья, ну, я не просто так спросила про то, как можно провести время, интересно используя, потому что мы к нашим зрителям на улице тоже обратились с вопросом таким, как вы проводите досуг. Я предлагаю посмотреть этот опрос и вернуться в студию. Я люблю очень ходить в театры на различные постановки. Кино меня тоже привлекает. И, ну, конечно, прогулки по старому городу. Я живу здесь, и поэтому мне очень нравится здесь ходить, гулять. Ну, очень люблю в кино ходить, вот, а в основном, конечно, гуляю с друзьями летом на пляже или просто по городу, по улицам, по городским, например, в парках в тех же. Ну, дачи, к сожалению, нет, но зато, скажем так, в площади, площадь Куйбышево, Самарская недалеко, здесь мы, в общем-то, гуляем, в кино ходим, книжки читаем. Иногда бывает компьютер. В кино, в театры ходим, в концерты ходим, в парки. В театр, в драму нашу, сейчас вот экспериментальный, пару раз побывали, нам тоже понравилось. Ну, так, концерты, очень любим лепсы. Да, театры бывают, но это, кстати, больше осенью и зимой. В парке летом, парке набережной летом, за Волгой наша родная, летом, конечно. Сейчас в основном дача, сейчас в основном дача досуг, потому что лучше дачи идет, ничего. Вот свежий воздух, зелень, ароматы трав летних, что может быть лучше. Театр люблю. Ну, как бы, театр-то каждый день не ходишь, все равно. Ну, больше, наверное, предпочитаю театр и природу, но летом. В театр обязательно, прогулки на речном трамвейчике очень люблю. С внуками ходим, гуляем, в парк. Ну, что ж, друзья, подводя некоторые итоги нашей сегодняшней программы, хочется сказать, что действительно есть люди в нашем городе неравнодушные, и, надеюсь, вы к ним тоже относитесь. Благодарю, так звучала тема нашего эфира. И сегодня в нашей студии оказались люди, которые так или иначе, ну, имеют отношение к добру, имеют отношение к тому теплому чему-то, что они посылают как людям, так и животным. Ну, хочется, наверное, наших сегодняшних гостей попросить, ну, глядя в глаза нашим зрителям, чего-то, может быть, пожелать, обратиться, еще раз напомнить о себе. Ну, собственно, давай, Наталья, с тебя начнем. Камера напротив. Я прошу тебя. Дорогие друзья, давайте дарить друг другу благо. И призываем вас поддержать нашу программу. Она новая, нам нужна ваша поддержка. Если у вас дома есть вещи, которыми вы готовы поделиться, приносите их на Некрасовскую, 62, либо в торговый центр «Амбар» напротив магазина «Твое». И этим вещам мы подарим новую жизнь, и они принесут еще много пользы жителям нашего города. Спасибо. Спасибо. Сабрина, а от тебя какое-нибудь, может быть, пожелание? Тоже можешь сказать, где найти вас и, собственно, как помочь? Я желаю всем не бояться, не стесняться проявлять инициативу и дарить добро тем, кто рядом. Вы можете зайти на сайт приютучастие.рф или связаться по телефону с сотрудниками приюта. И выяснить, какая помощь, какая необходимая. Нужна животным, которые, собственно, действительно смотрят сейчас на человека и должны ему поверить, может быть, даже не в первый раз. Андрей у нас сегодня резюмирует все такое сказанное, как новый человек, я так понимаю, во всем этом. Андрей, что, может быть, хочется сказать всем тем, кто нас сегодня смотрел? Будете ли вы продолжать как-то взаимодействовать с этим проектом? Будете ли вы как-то сами в нем участвовать? Конечно. Мы будем продолжать взаимодействовать и с этим проектом, и не только с этим проектом. Вообще, как представитель самарских предпринимателей, я призываю всех остальных самарских предпринимателей также заниматься благотворительностью. Все мы понимаем прекрасно, что в процессе ведения работы появляются как какие-то ненужные вещи, которые сейчас уже не будут использоваться, которые можно отдать и животным или людям нуждающимся. Также своим примером мы, магазин Самбук, показываем то, что совершенно несложно заниматься благотворительностью в своей компании. Например, вот мы рубль с каждой покупки отдаем на помощь домашним животным. Вот. Таким образом я хочу сказать, что совершенно несложно каким-то образом помогать окружающим, а не только себе. Хорошо сказано. Я думаю, что на этом мы сегодняшнюю нашу программу завершим. Благодарю. Не забывайте каждый раз благодарить, действительно, говорить это волшебное слово «благодарю». Оно действительно имеется какой-то невероятный и волшебный эффект. Вы попробуйте обязательно, если вдруг какие-то у вас есть благотворительные проекты, о чем-то вы хотите рассказать, или, может быть, стать участником нашей программы и как-то помочь, звоните. 202-11-22, это телефон редакции. Мы всегда рады принять какие-то ваши удивительные темы для эфиров. Ну, или ищите на социальных сетях группы ВКонтакте, программа «Универсальный формат». Всем хорошего настроения. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова